Аминь Кто знает, что он дивно устроен? Аллилуйя Я думаю, особенно это врачи понимают Правда? У меня был врач один знакомый И он говорил Я знаю, что Бог есть Он работал в детской реанимации И он говорит Вот ребенок рождается И по всем показателям Он должен жить Но он вдруг раз, внезапно И уходит Рождается другой ребенок И по всем показателям Он не может прожить больше двух дней Но каким-то чудом Этот ребенок выживает Каким-то чудом приходит Абсолютно сверхъестественное исцеление И он говорит Я знаю, что Бог есть Когда я смотрю, как человек чудно устроен Что для него нет ни одной Лишней венки Ни одного лишнего сосуда в организме Он говорит Я понимаю, что Бог есть Я всегда удивляюсь Когда женщина носит ребенка Он говорит Это такое чудо Мы ничего не делаем Для того, чтобы ребенок рос Аминь? А он растет Он развивается Он питается Он берет полезное Все, что есть у его матери Аминь? Повернись к соседу В общем написано Что все его обетования Это да и аминь А вы знаете, что такое обетование Божие? Ну, давайте на простой язык Обетование, да? Как-то сложно Обетование Это обещание Это обещание Это взгляд Божий На твое будущее Обетование, скажи Обетование Обетование Это взгляд Бога На мое будущее И все его обетования В Библии А не да и аминь Да и аминь Это значит Да будет так И сбудется Аминь? Халлелюя Но часто так Часто в нашей жизни Когда мы проходим Какие-то долины Когда мы проходим Какие-то пустыни Знаете, что такое пустыня? Кто-то был в пустыне? Да? Сейчас прочитаю Что такое пустыня Пустыня Это природная зона Характеризующаяся Преимущественно Или полностью Равниной поверхностью Разреженностью Или отсутствием флоры И специфической фауны Вот это пустыня Кто-то бывал в пустыне? Кто-то видел пустыню? В пустыне жарко Аминь? В пустыне не хватает воды В пустыне нет растений Ты не можешь укрыться От знойного солнца Оно палит тебя Что еще в пустыне? В пустыне ты ощущаешь Недостаток В пустыне ты ощущаешь Жажду В пустыне тебе жарко В пустыне тебе плохо Так или не так? За исключением Нашей здесь благословенной пустыни Да? В которой стоят отели И источники горячие В основном Если мы попадем в пустыню То оно, конечно, плохо Аминь? И бывают времена В нашей жизни Которые мы можем назвать Пустынными Так или не так? Пустыни Когда мы проходим пустыни Когда мы видим Что в нашей жизни Полно недостатков Когда мы понимаем Что в нашей жизни Нету того Чего бы мы хотели видеть А мы нету изобилия Пустыня Это всегда недостаток Скажи недостаток Пустыня Это всегда ограничение Ограничение И вот когда ты находишься В таких ситуациях Когда тебе сложно Очень многие люди Под давлением Таких обстоятельств Они опускают руки Некоторые опускают руки А некоторые поднимают руки Аминь? Послушай Обстоятельства Ни в коем случае Не должны поломать тебя Аминь? Скажи аминь Аминь? Бог не заинтересован Чтобы сломать тебя Вы знаете В религиозном мире Очень часто мы слышим такое Ну ничего Бог тебя приведет к порядку Он тебя так поломает Что ты вот будешь знать Типа как смиряться Это неправда Бог не ломает нас Вы слышите? Бог не хочет сделать нас Безвольными существами Но Бог хочет Чтобы проходя Тяжелые обстоятельства Мы не смотрели На эти обстоятельства Но мы смотрели на Бога Чтобы мы смирялись Пред Ним Не из-под палки Но добровольно Аминь? Вы понимаете? Многие люди Вот когда к ним приходит Несчастье Они начинают Вроде смиряться У меня Бог наказал Это неправда Бог не наказывает Вы слышите? Он допускает В нашей жизни Какие-то обстоятельства Но не наказывает Он не злобный Дядька с палкой Который только и смотрит За что бы наказать тебя Аминь? Бог Он любящий отец Скажи Он любящий отец И сегодня Бог хочет Чтобы проходя пустыню Вот эти пустынные времена В твоей жизни Ты научился выживать В этой пустыне Слово Божие говорят Проходя долину плача Они открывают в ней источники Вы слышите? Иногда мы проходим В долину плача Когда мы плачем Но Бог хочет Чтобы мы открывали В этой долине В этой пустыне Источники И написано Что эти источники Они покрывают нас Благословением Так важно Сегодня тебе Не смиряться Перед обстоятельствами Скажи Не смиряться Перед обстоятельствами Не давать Чтобы обстоятельства Поломали тебя Ты слышишь меня? Но смириться Перед Богом Потому что Когда мы смиряемся Перед Богом Бог меняет Наши обстоятельства Потому что Порой сами Мы не можем Изменить наши обстоятельства Драгоценные Вы слышите? Порой так трудно Поменять Какие-то серьезные Проблемы в нашей жизни Но есть тот Который способен Поменять Твои обстоятельства И вот вы знаете Я приведу пример Народ Божий В пустыне Израильский народ Когда они Сорок лет Бродили по пустыне Бог вывел их Из египетского рабства Они Четыреста лет Находились В египетском рабстве И знаете Когда ты Четыреста лет Из поколения В поколение Живешь в рабстве Ты начинаешь Размышлять И думать Как раб Правда? Ну Четыреста лет Это поколение Это проклятие Переходило Из поколения В поколение И вот люди Вышли Бог вывел их Из рабства Написано Они не сами Вышли Но написано Бог рукою Твердую Вывел их Из этого рабства Они вышли Из Египта Но к сожалению Рабский Менталитет Остался У них Потому что Слишком долго Они смотрели На обстоятельства Потому что Слишком долго Они видели Угнетающую Руку Фараона И это прообраз Когда мы живем Без Бога Нас дьявол Будет угнетать Вы слышите? Он будет строить Свои козни Для твоей жизни Чтоб ты был Разочарован Чтоб ты сказал Бога нет Чтоб ты роптал И вот то же самое Бог вывел Израильтя И вы знаете Они Путь Который бы они Могли пройти За сорок дней Они шли Сорок лет Вы слышите? Не потому что Бог водил их Кругами Но за Из-за их Рабского Менталитета Из-за Непонимания Того Что Бог Их вывел Их хочет Благословить Эти несчастные Люди Блуждали Сорок лет Вместо Сорока дней А Бог Им являл Чудеса В пустыне Если кто Помнит Бог давал Манну С небес Перепелок И они Так устали От этой пищи Что говорили Давайте вернемся В Египет Там мы ели Чеснок и лук Вы представляете? Там было лучше Но Бог Их ввел В обетованную Землю И у Бога Для тебя Есть обетованная Земля Что такое Обетованная Земля? Это место Где ты уже Не терпишь Недостатка Амэн? Это место Изобилия Это место Написано Где течет Молоко и мед И если в пустыне Вообще ничего Не течет Воды нет То в земле Обетованной Там есть Молоко и мед Это прообраз Изобилия Правда? И вот в это время Израильтяне Роптали Несмотря на то Что они видели Божьи чудеса Они роптали И знаете Что они говорили? Давайте высветим Псалом 77 19 стих Хочу Чтобы мы все Вместе Прочитали Псалом 77 19 стих Давайте вместе 3 4 И говорили Против Бога И сказали Может ли Бог Приготовить Трапезу В пустыне А в новом переводе Написано И роптали Против Бога И говорили Может ли Бог Накрыть Стол В пустыне Я сегодня Хочу задать Вам вопрос Может ли Бог Накрыть Тебе Стол Посреди Твоих Обстоятельств Посреди Твоих Недостатков Посреди Твоих Депрессий Посреди Твоих Головных Болей Посреди Твоих Болезней Может ли Сегодня Бог Накрыть Тебе Стол Как вы Думаете? Амен Написано Богу Возможно Все Знаете Когда Бог Говорил Моисею Построить Скинию Он сказал Ему Из дерева Акации Сделать Стол И на этом Столе Должны были Лежать Золотые Сосуды Скажи Золотые Сосуды Что же На столе? Давайте подумаем Что же У Бога На столе? Какой же Стол Может Приготовить Нам Бог? У Бога На столе Были Золотые Сосуды Скажи Золотые Это прообраз Чистоты Это прообраз Твердости Правда? Золото Оно Твердое Золото Оно Не ломается Оно Плавится И там Также Лежали Хлебы Приложения Написано Хлебы Скажи Хлеб Иисус Говорил Я есть Хлеб Жизни Кто Вкушает Меня Не будет Жаждать Вовек Амин Он Говорил Я Хлеб Жизни И Какой же Стол Может Приготовить Нам Бог На столе У Бога Есть Обетование Скажи Обетование Это Его Обещание В твою Жизнь И Как До Этого Я Сказала Что Обещание В Его Жизнь Они Очень В твою Жизнь Они Очень Позитивные Они Полны Позитива Вы Слышите Меня Несмотря На то Что Ты Думаешь О себе Негативно Бог Он Думает О тебе Позитивно И о твоей Жизни Он Думает Очень Позитивно И он Хочет Чтобы В жизни Ты Был Победителя Но К сожалению Вот с таким Рабским Мышлением С таким Рабским Менталитетом Человек Не может Вкушать С стола Божьего Правда Так или Не Так Смотрите Все Божьи Обетования Они Преломляются А наш Разум А наш Менталитет Бог Никогда Не будет Действовать Жизни Не пройдя Наших Помышлений Потому Что Если Я Неправильно Мыслю Я Неправильно Буду Воспринимать Так или Не Так Я Приведу Вам Пример Допустим Кому Нужен Хороший Адвокат И Вы Подходите Ко Мне И Говорите Посоветуй Мне Хорошего Адвоката Я Вам Советую Хорошего Адвоката Но Другой Человек Из Церкви Говорит Тебе К какому Адвокату Ты Пойдешь И Ты Называешь Им Адвоката А он Говорит Ты Знаешь Он Такой Лугун Он Такой Обманщик Этот Адвокат Не Ходи К нему Он Обязательно Тебя Обманет И Что Твои Мысли О нем Уже Что Другие Ты Поменял Мысли Правда В том Что Адвокат Хороший И Он Хочет Тебе Помочь И Он Ни Гуны Не Обманщик Но Ты Принял Последнее И Вот Это Хорошее Оно Плохое То Что Ты Принял Оно Отторгает Хорошее Которое Человек Хочет Тебе Сделать Так Или Не Так То же Самое С Божьими Обетованиями Бог Говорит Ранами Моими Ты Исцелен Ты Смотришь На Свои Болезни Ты Видишь Что У Тебя Все Так Боли Что У Тебя Ничего Не Проходит И Ты Думаешь Как Жен Я Не Исцелен И Ты Автоматически Отвергаешь Божьи Обетования Твоей Жизни Слово Божье Говорит Пусть Бедный Скажет Я Богат Господи Ты Что Нас Врать Учишь Ну Как Бедный Человек Может Сказать Что Богат А Бог Говори Вы Слышите Потому Что Есть Сила В наших Устах Скажи Есть Сила В наших Устах Возлюбленные Мы Сотворены По Образу И Подобию Бога Бог Словом Творил Этот Мир Вот Что Ты Будешь Говорить В твоей Жизни То Ты Будешь Видеть Если Ты Будешь Говорить Мои Дети Непослушные Они Негодяи Они Вырастут Негодяями Они Вырастут Непослушными Но Когда Ты Будешь Говорить Мой Сын Моя Дочь Они Самые Лучшие Скажи Они Самые Лучшие Вы Знаете Что Еврейские Мамочки Они Знают Толк Они Говорят Что Мой Мальчик Он Самый Лучший Мальчик Вы Слышали Этот Анекдот Нет Нет Рассказать Вам Да Конечно В церкви Прилично Рассказывать Анекдот Да Хорош Доброе У русской Мамы Сын Упал В грязь Она Бежит И кричит Ох Свинья Такая Ну Куда Тебя Не Выпустят Обязательно Измажется Да Что Это Такое Вот Свинюшка Просто Свинья У еврейской Мамы Ребенок Упал Мама Подходит И говорит Боже мой Такой Хороший Мальчик Ну Как Тебя Туда Угораздило Вы Слышите И Это Божий Вгляд У нас Хорошие Дети А мы У нас Самые Лучшие Дети Один Известный Пастырь Йом Гичон Приводил Пример Что Однажды К нему Пришла Женщина У него Самая Большая Церковь В мире Практически Почти Миллион Да Миллион Прихожан И он Говорит Пришла Женщина И стала Плакать Говорит Вы знаете Моя Дочка Она Ушла Бродить Стала Хиппи Стала Спать Со всеми Мужчинами Подряд В общем Превратилась В блудницу Она Блудница Пастырь Что мне Делать Я ненавижу Ее Я ее Домой Не пускай Я ее Видеть Не могу А женщина Левущая Была Он Посмотрел На Нее И Говорит Измените Взгляд О Вашей Дочери Пастырь Да Как Я могу Изменить Взгляд О Ней Она Такая Такая Она Гуляет Он Говорит Вы Способны Увидеть Закрыть Глаза И Увидеть Что Она Чистенькая Приходит Что Она Говорит Мама Я Люблю Тебя Она Говорит Ну Что Из Того Что Я Буду Представлять Вы Будете Позитивно Думать О ней И В Духовном Мире Это Совершится А Затем Физическом И Вы Знаете Эта Женщина Послушалась И стала Представлять Свою Дочку Чистенькой Сидящей В Церкви Славящей Богом И Прошел Год Если Ты Чего То Очень Хочешь Ты Будешь Молиться Об Этому Год Вы Знаете Что У Любой Молитвы Есть Инкубационный Период Скажи Инкубационный Период Это Правда Иногда Бог Отвечает Очень Быстро Вот Так Иногда Постепенно Медленно Медленно Потом Раз И Ответ Но Никогда Не надо Опускать Рук Эта Женщина Целый Год Представляла Свою Дочь И Что Вы Думаете Спустя Год Она Открывает Дверь Стоит Дочь И Говорит Мама Прости Меня Мать Обняла Ее Приласкала Сказала Я Люблю Тебя Привела В Церковь И Вот Этот Пастырь Говорит Что На Сегодняшний День У Этой Дочки Самая Большая Домашняя Группа Байбл Стадия Она Вышла Замуж Продела Четырых Детей Воздай Слава Господу Вы Понимаете Отчет И Дюклей Бог Ничего Не Будет Делать Не Пройдя Наши Помыслы Многие Женщины Молятся И Хотят Замуж Я Хочу Мужа А Какого Мужа Ты Хочешь Я Хочу Мужа Я Хочу Замуж И Вот Тот же Йон Е Че Рассказывал Что Однажды К Нему Пришла Женщина Пастырь Помолитесь За Мужа Он Говорит А Какого Мужа Вы Хотите Я Не Знам Если Вы Не Знаете Бог Не Подумайте Напишите Мне Десять Пунктов Какого Мужа Вы Хотите Она Написала Я Хочу Чтоб Он Был Учитель Хочу Чтоб У Были Голубые Глаза Я Хочу Перечислил Десять Пунктов И Спустя Два Года Два Года Она Молилась Этой Молитвой Он Помолился Вместе С Ней Бог В Точности И И Привел Е Такого Мужа Которого Она Хотела Абсолютно Случайно Приехал Из Европы Школьный Учитель В их Церковь Что-то Меняться Опытом И Полюбил Эту Женщину Обратил На нее Внимание Вы Слышите Как Важно Сегодня Знать Чего Ты Хочешь И Правильно Это Видеть Вот Так Израильтяне Они Видели Неправильно Они Говорили Может Ли Бог Приготовить Нам Стол В Пустыне И Такие Они Не Увидели Этого Стола И Написано Что Многие Из них Погибли Потому Что Роптали Скажите Что Бог Хотел Чтобы Они Погибли Нет Бог Не Хотел Чтобы Они Погибли Но Бог Хотел Чтобы Их Рапский Менталити Менталитет Оно Поменялось На Мышление Свободного Человека Амэн Аллилуйя Скажи Аллилуйя И Некоторые люди Чувствуют Себя Недостойными Вкушать Божьего Стола Вы Знаете Что Многие Христиане Чувствуют Себя Недостойными Чувствуют Себя Какими-то Виноватыми Но Бог Он Не Обвиняет Тебя И Он Накрывает Тебе Стол Стол Из Его Обетования Из Его Обещаний И Если Бог Обещает То Я Тебе Обещаю Точно Если Ты Встанешь На Божье Обетование Если Ты Возьмешь У кого-то Было Негативное Прошлое У меня Было У вас Не было Негативное Прошлое Было Правда И Вот Мы Тащим Это Прошлое Настоящее И Не Можем Никак Увидеть Нашего Будущего Потому Что Мы Носимся Со Своим Прошлом Со Своими Обидами С Недостатками Может Родители Нас Как-то Обьюзали Может Что-то Неправило Было В нашей Жизни И Тяжесть В сегодняшний День И Из-за Того Что Мы Живем С Этой Тяжестью Мы Не Видим Нашего Будущего Благословенного Будущего Но Сегодня Нужно Просто Оставить Весь Негативный Опыт У Израильтян Был Огромный Негативный Опыт 400 Лет Был Этот Опыт И Они Притащили Его Божьем Присутствии Нам Не Нужно Опираться Сегодня На Негативный Опыт Возлюбленный Потому Что У Бога Для нас Другой Опыт Апостол Павел Говорил Я Забываю Заднее И Простираюсь Вперед Скажи Простираюсь Вперед Ты не Можешь Простираться Вперед Если Ты держишься За свой Негативный Опыт Скажи Амэн И Бог Он Сегодня Борется За Твое Мышление Все Что Делает Сегодня Бог Он Не С Дьявол Он С С С С А Он Хочет Изменить Твое Мышление Вы С С Слышите Чтобы Ты Правильно Видел Правильно Думал И Правильно Поступал Амэн Вы Знаете Что Одна Мысль Негативная Она Может Отравить Твою Жизнь Даже Негативная Мысль О Каком То Человеке Она Может Отравить Твою Жизнь Так Или Не Так С 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 Приходят И Уходят Но Важно Влиять На Тебя Будет Та Мысль Которая Задержится В Твоем Разуме Амэн Я Скажу Еще Раз Та Мысль Которая Задержится В Твоем Разуме Она Будет Мышлять Она Будет Влиять Влиять На Твое Мышление Мышлять Видите У меня Уже Могрис Поняли И все Божьи Обетования Они должны Пройти Через Призму Твоего Видения Амэн Я хочу Вам еще Коротко Рассказать Одну Историю Наверное На этом Закончу Это Вторая Книга Царств Девятая Глава Пойдет Откро Вторая Книга Царств Вторая Книга Царств Есть? Давайте С первого Стиха Я Расскажу Такую Ссорию Все знают Царя Давида Да? Кто знает Царя Давида? Это был Прекрасный Царь Но много Лет он Страдал От Преследований Царя Саула И Царь Саул Жестоко Преследовал Его Но Царь Давид Очень Любил Сына Царя Саула Которого Звали Иоаннафан Они Вообще Заключили Завет Дружбы Между Ними Была Дружба У вас Есть Такие Близкие Друзья? У кого-то Есть Близкие Друзья? Им Только Мало У одного Человека Есть Слава Богу Блаженны Вы Если У вас Есть Близкие Друзья И Между Ними Был Завет Они Очень Любили Друг Друг Но Настало Время И Иоаннафан Был Убит И Царь Давид Зашел На престол Не Не И Первое Что Спросил Царь Давид Смотрите Остался Ли Из Дома Саула Кто Нибудь Кому Бо Я Мог Оказать Милость Ради Иоаннафана То есть Он Спрашивает Если Кто То В Доме Саула Кто Остался Я Хочу Милость Ему Оказать Ради Моего Друга Иоаннафана Который Умер В Доме Саула Был Слуга Его Позвали К Давиду И Царь Спросил Его Есть Ли Кто Нибудь Живой В Доме Саула Кому Я Мог Оказать Божью Милость Слуга Отвечает Остался Еще Один Сын Иоаннафана Он Хромой На Обе Ноги Где же Он Спросил Царь Слуга Ответил Он В Доме Царь Давид Послал Забрать Его Из Дома Махира Там Перечисляется Это Все Читать Не Буду И Вот Привели Его Он Поклонился Царю И Давид Говорит Этого Сына Звали Мифи Бошет Скажи Мифи Бошет Кто Назовет Так Сырое Сына Мифи Бошет И Давид Говорит Мифи Бошет Он Говорит Я Твой Слуга Не Бойся Говорит Мудавид Это В Другом Синодальном А у Мифи Бошет Написан Не Бойся Сказал Мудавид Потому Что Я Непременно Окажу Тебе Милость Ради Твоего Отца И Анафана Я Верну Тебе Всю Землю Которая Принадлежала Твоему Деду Саулу И Ты Всегда Будешь Есть За Моим Столом Мифи Бошет Поклонился И Сказал Кто Такой Твой Слуга Чтобы Тебе Обращать Внимание На Такого Мертвого Пса Как Я Царь Давид Присылал Слугу И Говорит Я Отдам Это Внук Внуков Все Что Принадлежало Саулу И Его Семье Вместе Со Своими Сыновьями И Слугами Ты Должен Обрабатывать Для Него Землю Собирать Урожай Чтобы Все Было У Внука Твоего Господина И Была Еда Мифи Бошет Всегда Будет Есть За Моим Столом Скажи Всегда Будет Есть За Моим Столом И Вот Там Целая История Ну А концовка Такая Что Мифи Бошет Жил В Иерусалиме Потому Что Он Всегда Ел За Столом Скажи Еще Раз Всегда Ел За Царским Столом Вот Это Природа Нашего Бога Сам Себя Этот Внук Видел Так Что Кто Я Я Мертвый Пес Почему Ты Мне Оказываешь Такую Милость И Сегодня Мы Порой Говорим Господи Кто Я Такой Чтоб Ты Меня Посадил За Свой Стол Кто Я Такой Чтоб Ты Обратил На Меня Внимание Но Послушайте Если Человек Царь Давид Ради Друга Своего Иоаннафана До Конца Дней Посадил Его Внука За Стол Тем Более Сам Господь Ради Сына Своего Иисуса Христа Он Сегодня Сажает За Свой Стол Вы Слышите Возвать Славу Господу За Свой Стол Где Есть Все Его Обетования И Обещания На Твою Жизнь Он Сажает За Свой Стол Он Принимает Тебя Вы Слышите Меня Написано И ел Этот Внук До Конца Дней Ну Чем Он Заслуживал Скажите Ничем Он Просто Был Внуком Того Кого Любил Царь Давид Так Или Не Так Тем Более Сегодня Когда Ты Принимаешь Иисуса В свое Сердце Когда Ты Отдаешь Ему Сво Сердце Бог Сажает Тебя За Своим Столом Еще Слово Божье Говорит Бог Накрыл Трапезу То есть Стол Ввиду Врагов Твоих Это В псалмах Давида Бог Накрывает Стол Ввиду Врагов Твоих Кто Такие Твои Враги Это Недостатки Это Болезни Это Финансовые Проблемы Это Все От Чего Ты Сегодня Страдаешь Бог Накрывает Стол Тебе Из Врагов Твоих И Он Говорит Ты Господ Твой У Тебя Есть Власть Ты Садись За Мой Стол И И Сегодня Когда Мы Принимаем Иисуса Своё Сердце Бог Нас Сажает За Свой Стол Вы Слышите Где Есть Все Его Обетования Для Твоей Жизни Но Так Важно Сегодня Чтобы Принять Это Все И не Отвергнуть Дорогие Менять Своё Мышление Менять Своё Мышление На Божье Мышление Вы Слышите Меня Думать Позитивно О своей Жизни И не Просто Позитивно Но Божьими Обетованиями Ереме 33 Говорит Восстави Ко Мне И Я Услышу Тебя Это Бог Говорит Народу Своему И Покажу Тебе Великое И Недоступное Чего Ты Не Знаешь Нам Сегодня Нужно Возвать Господу Драгоценное Чтобы Он Показал Нам Великое И Недоступное Недоступное Это Недоступное Сейчас Есть Какие-то Вещи В нашей Жизни Которые Недоступны Для Нас Есть Или Нет Но Бог Говорит Я Покажу Тебе Это Недоступное Я Покажу Тебе То Чего Ты Еще Не Знаешь Вы Слышите Меня Это Так Важно Сегодня Взывать К Богу Просить Чтобы Он Менял Наше Мышление Чтобы Он Менял Наш Взгляд